Он должен был стать самым масштабным флешмобом в Петербурге. Несколько тысяч человек готовилось к нему целый год, потому что считает, что это последний шанс попасть в историю, так как такая дата повторится теперь только через тысячу лет, а именно 12-12-12. Доброе утро! На Первом канале включение из Петербурга. Замерзшая Дворцовая площадь и ледяные ветра. Горячие ребята и зажигательные танцы. Сейчас их разделяет всего один день. Уже утром вместе они собираются установить рекорд Гиннеса. 12-12 месяца 2012 года предполагается собрать в одном месте рекордное количество танцующих людей. Мы используем такие события для развития пропаганды здорового образа жизни. То есть на каждый праздник мы делаем что-то веселое, приуроченное к этой дате. В прошлом году в феврале 300 человек изобразили здесь бьющееся сердце Санкт-Петербурга. Такая вот красивая валентинка была подарена городу. Дмитрий Мун – опытный танцор, основатель петербургского флешмоб-движения и один из организаторов праздника на Дворцовой. Вместе с партнером Оксаной целый год бесплатно учил танцам будущих участников. Они обычные люди, студенты, школьники, возможно уже папы, мамы. У меня такой диапазон возраста, что ко мне приходят от 13 и до 55. Максимально было 68, но это один человек был. И женщина танцевала, уже бабушка. Причем даже неплохо танцевала. Дмитрий знает о флешмобе все. Сутками просматривал зарубежные ролики, прочитал сотни статей. Я хочу продвинуть в России флешмоб как культуру. И пока в России нет менталитета этого. Все думают, что это танцевальный коллектив какой-то выступает. То есть какая-то танцевальная команда просто вышла, выступила. Нет никакой неожиданности. Ближе к событию моберы стали понимать, что их задача очень сильно усложняется. В знаменательный день синоптики обещают сильный мороз. Кроме того, мощенное покрытие – не самое лучшее для танцев. Но, как признаются ребята, они привыкли к разным условиям. Учитывается абсолютно все. В основном флешмобы делаются на улице. Это асфальт. Поэтому мы стараемся не одевать что-то такое, что мы можем порвать белые джинсы. Мы стараемся рассчитывать абсолютно все. Но если мы знаем, что будет дождь, но у нас намечен на этот день флешмоб, мы все равно будем танцевать. Вот. То есть мы не отходим от цели. Мы просто оденем дождевики и будем танцевать в дождевиках. В канун события моберы провели очередную репетицию. Организаторы подбадривают участников, дают последние наставления. Завтра. 12-е, 12-е, 12-е. Ну. За год через все танцевальные студии, участвующие в мероприятии, прошло подготовку около 5000 человек. Но, к сожалению, погода все-таки внесла коррективы в намеченные планы. Многие не пришли, но праздник все равно состоялся. И откровенно порадовал жителей Петербурга. Ну, мы специально готовились. Дата очень красивая. Она, вроде бы, последняя вообще на ближайшее время, да, и в этом году. Вот. Ну, пришли сюда. Водрелиз по полной. Ребята молодцы. Молодцы. Здоровую жизнь. Вообще классно. А мы сегодня решили представить вот эту мусорную колесницу, чтобы вместо обычных мусорных бачков, чтобы было что-то креативное и показать, что можно заниматься спортом и делать одновременно красивый свой родной город. Люди танцевали, делали зарядку, веселились. А в финале массовка выстроилась в цифры 12-12-12. Кадры, снятые с крыши Эрмитажа, можно было увидеть в интернете в любой точке мира, даже в редакции книги рекордов Гиннеса, чтобы оценить рвение российских моберов, которые теперь готовят им сюрприз на лето. Лето. Июнь. Это будет выходной день. И время подходящее. Я думаю, там мы и сможем побить рекорд Гиннеса. Итак, пять, шесть, семь, восемь. Беляев!